Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. Вы заметили, как много всяких календарных дат заложено в нашем российском календаре. Это и даты знаменательные, и не очень знаменательные, как сегодняшние. Например, сегодня Всемирный день женского счастья. О женском счастье сколько стихов сложено, сколько песен спета. И был бы милый рядом, и счастье не птица, его не поймаешь. В принципе, счастливой женщина бывает даже, когда придя домой, скидывает туфли на высоком каблуке, в которых она проходила целый день. Впрочем, женское счастье – понятие очень индивидуальное, и каждая из нас по-своему определяет свои моменты счастья. А мне кажется, что наши сегодняшние гости – очень счастливый человек. Счастливая мама! Я с удовольствием представляю вам Лидию Бачаеву, директора Института дизайна и лингвистики Северо-Кавказской государственной академии, члена Творческого союза художников Российской Федерации, лауреата международных конкурсов и фестивалей. Доброе утро! Доброе утро, Лидия! Доброе утро, девочки! Я благодарю вас за то, что вы нашли в вашем плотном графике в школе, в детском саду время, и пришли к нам сегодня в студию, чтобы, я думаю, поддержать свою маму, правда? Совсем недавно в республиканской столице состоялся первый в своем роде фестиваль моды, мода-фест, высота, в котором вы, как дизайнеры, приняли участие, а ваши ангелочки были там моделями. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который сняли наши коллеги, а потом мы вернемся в студию, хорошо? Хорошо. Качияева Савира, 12 лет, город Чернец. Номер 9. Торшева Ясмина, 12 лет, город Чернец. Яркие цвета, смелые силуэты и оригинальные фактуры праздник красоты и стиля собрал как профессиональных моделей, так и начинающих фестивалем мода-фест. Участвовали даже малыши. Детьми-моделями действительно остается лишь восхищаться. Я пришел на модный показ. Может, я хочу, чтобы меня показывали по телезу. Организаторы моды подчеркивают, что каждый ребенок, красив по-своему, нужно только помочь ему в поисках собственного стиля. Особенно помогли в этом деле магазины модной одежды для девчонок и мальчишек, увидев и подчеркнув в каждом его индивидуальность. Местные модельеры в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной, также не упустили возможность продемонстрировать свои наряды на показе. Приняли участие в фестивале мода-фест более ста человек. Организатор мероприятия – фэшн-агентство «Леди Групп» при содействии Министерства культуры Карачаева-Черкесии, партнерстве Международного союза дизайнеров и Творческого союза художников России. Мода является очень важной частью креативных индустрий, креативной экономики. И у нас в Карачаево-Черкесии здесь мощнейший для этого потенциал. Большое количество цехов, большое количество производителей трикотажной, текстильной продукции. Но наши дизайнеры пока ещё ищут своего клиента, ищут себя, представляют первые коллекции. Нам очень приятно, что удалось поддержать такую хорошую инициативу. Перед показом предшествовала большая работа – техническая и генеральная репетиция, примерки и постановки. Фестиваль моды создан для популяризации творчества авторов в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной. Режиссёром-постановщиком фестиваля «Мода-фест» выступила руководитель модельного агентства из Невиномыска Ольга Ховшабова. Фестиваль моды дал возможность как детям, так и взрослым, насладиться красочным шоу, ощутив атмосферу праздника, красоты и стиля. Он подарил радость всем участникам, позволив людям раскрыть свой творческий потенциал, насладиться модой и поделиться позитивными эмоциями друг с другом. Ну что ж, мы продолжаем. Ещё раз доброе утро! Доброе утро! Вы знаете, мне всегда очень нравится цитировать великолепную законодательницу французской моды Коко Шанель, которая говорила, что роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь. Мне бы хотелось услышать ваше мнение по поводу тех моделей, которые были представлены на этом фестивале. Мне показалось, что они были очень удобными. Фестиваль на самом деле, хоть он был и первый региональный, но прошёл на очень высоком уровне. Спасибо большое организатору этого фестиваля «Эбзеевая осия». Мы с ней работаем уже второй год. Первый год фестиваль назывался «Мини-топ-модель Кавказа» и проходил на площадке нашего института. В этом году фестиваль вырос, и при поддержке Министерства культуры его провели уже на региональном уровне, на уровне республики и не только. Были гости из Ставрополя, из Пятигорска, Невиномыска. И на самом деле привезли очень много интересных коллекций ребята. Но и мы со своей стороны, как партнёры этого мероприятия, наша академия и наш институт, представили свои коллекции, отработанные нашими девочками-выпускницами-дизайнерами. И постарались показать, насколько культура в сфере дизайна у нас в республике развита. Хочу отметить, что коллекции были замечательные. Спасибо всем, кто к нам приехал в гости, показал их. По-вашему, состоялся фестиваль? То есть он должен стать традиционным, ежегодным, возможно? Конечно, это обязательно. И я думаю, организаторы и мы на это нацелены, потому что в республике нужны такие мероприятия. Вы видели сами потенциал очень большой. И надеемся, что он будет только расти, крепнуть. И у нас получится работать в этом направлении больше и больше. Спасибо вам большое и за участие, и за творчество, которое вы там представили. Мне хочется немножко узнать поближе вас, узнать о вас, как вы попали в эту профессию, почему был такой выбор сделан в своё время. Знаете, я, наверное, не выбирала профессию. Профессия выбрала меня. Как мне рассказывают родители, я всегда учила своих кукол, садила, рассаживала и чему-то их обучала. А потом, когда уже сама стала учиться в школе, у нас с папой была договорённость. За определённое количество пятёрок, за определённое короткое время, он мне привозил куклу. В то время куклы Барби, это было, ну, что-то такое вот из ряда вон. И он мне привозил такие куклы. У меня была целая коллекция, и я шила им наряды. У каждой куклы был свой гардероб. Правда, от этого страдала и мама, и бабушка, которым я периодически без спроса залазила в сундуки, отрезала из их отрезов куски ткани. Но, тем не менее, вот как-то мне было это интересно. И, наверное, так оно и пошло по жизни, что для меня вот я не выбирала это. Так получилось. Но вы не пожалели, что такой выбор был сделан? Нет, абсолютно нет. И если бы пришлось всё вернуть обратно, возможно, я бы ещё глубже вошла в эту профессию. Мода. Как по-вашему, что она вообще определяет в нашей жизни? Не стали ли мы в какой-то момент её заложниками? Знаете, мода – это динамичное и постоянно меняющееся выражение стиля, которое охватывает не только одежду и аксессуары, но и тенденции, которые в какой-то определённый период времени есть в обществе, в культурном обществе. И мы, как члены этого общества, должны, естественно, соблюдать какие-то правила. И то, как мы соблюдаем эти правила, показывает и наше самовыражение, и то, как нас воспринимают в этом обществе, в котором мы живём. Поэтому говорить, что оно нас немножечко поглотило, или, наверное, неправильно, так должно быть, для того, чтобы общество оставалось целостным, культурным. Ой, ну я могу представить, как долго мы с вами можем говорить вдвоём о таких интересных и понятных нам девочкам вещах. Но у нас в гостях сегодня эти очаровательные барышни, мне тоже хочется их немножко помучить, о чём-то спросить. Если мне на тебе 10 лет, ты уже сама вправе выбирать, как тебе одеться, что тебе надеть, или мама всё-таки руководит этим процессом? Не знаю. Обычно мне мама одежду выбирает. Ну а ты можешь маме сказать, тебе это нравится или нет, чтобы ты хотела это одеть, а не вот это, на чём мама настаивает. Мама твоё мнение учитывает? Я такое у мамы ещё не спрашивала. Иногда, конечно, мама не берёт то, что мне нравится, потому что ей это не нравится. Ну это нормально, это всё-таки, знаешь, мнение двух разных поколений. А какой стиль в моде вот вам нравится? Оверсайз, наверное. Оверсайз нравится, да? Есмин, а чем тебе нравится Оверсайз? Свободой, движением, да? Удобно, очень удобно. Красиво. Мне нравится. Кто из вас любит наряжаться перед зеркалом? Самая маленькая? Ну рассказывай, как ты крутишься перед зеркалом? Ну, я любит. Я когда приезжаю домой, сразу переодеваюсь в красивые платья, чтобы устроить для мамы показ мод. Ничего себе, мама, это так? Да. Они периодически устраивают показы, подбирают музыку для фэшн-показов, и подбирают наряды, устраивают дефиле. Как интересно. Вот бы хотя бы один раз попасть к вам на такое дефиле, или хоть подсмотреть в замочную скобажину. Девчонки, мама для вас пример для подражания. Я понимаю, что мама, ваша мама, она самая красивая, самая умная, самая талантливая. Ну, а вот так, чтобы быть на нее похожим, вы хотите? Да. Ну расскажи. Я очень хочу сильно похоже быть на маму, ведь она очень красивая, высокая и достойна всего. Ой, какие главные слова вы сказали. Ваша мама самая лучшая на свете для вас, девчонки. Три маленькие ангелочки, ангелочка рядом с вами, три разных характера, три разных личности. Вот как подход находите ко всем трем? Ну, здесь опять как-то все получается, наверное, само собой, потому что, да, вы правы, абсолютно три разных характера, и они, общаясь с ними, как-то тон сам задается. И ты уже знаешь, кому нужно, кому можно что поручить, с кем можно о чем поговорить. Вот, допустим, даже сегодня, да, Алия сама подготовила себя и младшую сестру, пока мама ехала с работы. То есть они уже настолько самостоятельные, спасибо Всевышнему, это подарок для меня, когда я иногда с удивлением осознаю, что они уже большие, и за ними не надо бегать там за ручку, ну, это здорово. А вы планируете их дальше привлекать вот к такому творческому процессу, которым вы занимаетесь, привлекать к миру моды, чтобы у них, ну, развивался вкус, наверное? Конечно, я буду всячески привлекать их к тому, чем занимаюсь сама, но при этом я всегда стараюсь учитывать их желания, то, чем они сами хотят заниматься. Но иногда, конечно, приходится и настаивать на чем-то. Сейчас, например, Ясмин, она изъявила желание заниматься музыкой. Мы занимаемся в музыкальной школе, в художественной школе. Они у меня ходят на спорт, занимаются каратэ, занимаются вокалом. Алия играет на гитаре. То есть мы при этом, при всем я стараюсь спрашивать, на самом ли деле ты этого хочешь? Или это мои вот желания, которые я бы хотела так? И пока, мне кажется, мы угадываем что-то вот совместное, то, чего бы хотелось нам всем, у нас получается, надеюсь. Вы знаете, мне кажется, это потому, что с вами случилось то самое женское счастье, о котором мы говорили в начале нашей встречи. Ваши детские мечты, они воплотились в жизнь. И вы просто счастливая женщина. Я это вижу. Мне хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были вместе, чтобы вы друг друга поддерживали, чтобы вы очень любили и ценили вашу маму. И всегда делитесь с мамой своими самыми сокровенными мыслями. Это очень дорого стоит, поверьте мне. Спасибо вам большое. Спасибо вам. И прежде чем попрощаться, я хочу процитировать еще одного выдающегося русского классика, который когда-то сказал, что в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Давайте не забывать об этом. На сегодня все. Мы прощаемся с вами и желаем, чтобы ближайшие выходные вы провели так, чтобы в понедельник вам непременно было о чем рассказать. С вами была Галина Алиева. До свидания. До новых встреч.